Всем привет, друзья! Приветствую вас на новой долгожданной серии по Форесту. Наконец-то она вышла. Если ты ждал её, то как обычно, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий и приятного просмотра. Никита, Никита, у меня к тебе новость, новость. Одна плохая, одна хорошая, выбирай. Хорошую, давай, хорошую. Мы играем за Форест, это хорошая новость. Теперь плохую, да, говорите? Да-да-да. Так, ребята, день здравствуй, день здравствуй, день здравствуй. Подожди, подожди. Плохая новость, стой, плохая новость. Я теперь без всего, у меня нет ни кусочка, потому что из-за того, что я купил новый компьютер, у меня нет сохранения в Форесте. Стой, 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 стой. Ты сказал, что ты голенький? Мужчины, добрый день. Точнее, добрый вечер, доброй ночи, блядь, стойте от меня. Так, короче, у тебя пропали все вещи, да, то есть ты хочешь сказать? Да, у меня нет ни одной вещи, у меня с собой зажигалка, топор и это все, что у меня есть. Значит, по хардкору выживай, ну, мы же с тобой хард пацаны, да, то есть обычное дело. Хард пацаны, но у меня нет катаны, нет ничего, ни одной его кусочка диамита, диамет, нитон, либо, ни одной сумки для палок, ни одной палки, ничего, и сейчас ночью к нам придет монстр. Удачи тебе в сражении, я пошел домой монстр убировать. Мы с этим как-нибудь справимся, я обещаю. Так, сейчас у нас есть... Кто мы-то, кто мы-то, ты один здесь. Ага, я понял, ну, значит, я один справлюсь. У нас очень сильно большая проблема, огромная просто проблема. Сейчас у нас десятый день, а на десятый день приходит монстрюка, а сейчас ночь и десятый день. И сейчас придет монстр. А самое-то главное, знаешь что? Что? То, что вокруг нашей базы целых три или четыре спавном монстров, и он в любом случае придет. Ммм, так, замечательно. А давай попробуем поспать, а вдруг прокатит. Давай. Вдруг он сегодня решит взять выходной, расслабиться, выпить кофе немножечко после работы, и не приходить. Ха-ха-ха-ха, хорошая идея. Как нажать? Как нажать? Прокатило, да я же говорю, он лентяй, он не захочет этим всем заниматься сегодня. Это, это, это так хорошо просто. Я хочу пить теперь, пить хочу воду грязную. Так, значит, какой план-то? Че, пойдем тебе за катаной или кого? Стой, мы теперь знаем, где катан находится, я предлагаю просто быстро сбегать и найти тебе катану. Ты погоди, погоди. Мне нужно смотреть, что в первую очередь, сделать лук, сделать что-нибудь со мной, и давай, в принципе, пойдем. У меня и карты нет теперь, ни компаса, ничего, я даже ориентироваться не смогу, более-менее. Че, от возьми. Карта здесь бесполезная в этой игре. Бесполезная, но у меня ее нет. Так, ну и че ты предлагаешь делать? Я предлагаю что? Я предлагаю... А че нам... Подожди, мне нужно... Давай в этой серии окутай меня теплым пледом, то есть всякими штуками. Ооо, параноик пришел, смотри-ка, я сейчас покажу. Ооо, как их много, не хочу показывать. Их семеро, их семеро просто. Ребята, давайте будем с вами разговаривать по-людски. По-мужски, по-мужски. Я мужик! Ударил в девушку! Вон, убегаю, убегаю, убегаю назад. Атакую, атакую, они все на тебя сагрались. Нет, я не могу, я так не могу, я без брони, я без всего, я не могу. Они встали забор, начали ломать. Сука, меня убили. Нет, не умирай, пожалуйста, я тебя прошу. Да сколько ж вас здесь-то, пурды, пурды! Умри, женщина! Ты женщина, а не посудомойка. Фу, я, я, у меня паранойя. А, я жив! Смотри, у меня, у меня изи план, мы берем просто эти трупы, просто их... Жарим и делаем тебе броню, и все. Ура, ты умный парень. Капец, столько трупов, ты что, всех перебил в одиночку? Да. Мотор, мотор. Мне не хватает тряпочек, мне тряпочек не хватает для брони, блин! Тряпочки, так, где могут быть тряпочки ближе всего? Тряпочки в деревне большой. Ладно, пойдем куда-нибудь, быстрее. Давай висбисника за тряпочками. А где у нас самая ближняя деревня? Вон там. Там, конечно, будет сейчас один домик. Возле пруда. Там должны висеть хотя бы немножечко. Ты здесь? Да. Ты с другой стороны пошел, вдруг меня убивать начнут, у меня ноль хп. Бля, быстрее, ко мне иди. Нормально, все будет, никого там нету. А вдруг появится? Ты, сакунишка, зайка, черненький. Татарский я конь, а не сакунишка. Я убил тебе варана, иди по двери его. И оденя шкуру себе. Да и на какой черт? Я сам убью тебе варана. Ладно. Хорошо, самоуверенный себя человек. Убивай. Уйюю. Ну что, ты нашел хоть немножко? Теперь у меня 18 ткани. 18 ткани замечательно. Это очень достаточно много. Теперь домой делать броню. Так, а я пока ты там занимаешься. Ты просто подобрался? Ну не все там, которые были. Да, все точнее. Их больше нет здесь. Сделай хотя бы хоть что-нибудь, что тебе доступно. И лук. А я пока займусь строительством ловушек. Растяжка с коктейлем Молотова. Вот это вот замечательно. Интересно мне. Такая вещь как бы нравится очень сильно. Мы ее поставим где-нибудь. Как-нибудь, чтобы вот только самому бы не нарваться бы. Вот тут вот, например. Все, вот здесь у нас будет ловушка с коктейлем Молотова стоять. Ждать, так сказать, своего обидчика. Так, что еще можем сделать? Капкан из веревки, например. Вот он уже паранойя. Ага, ага. Я пойду за стрелами схожу. Ты строй ловушки. Давай, капкан из веревок. Вот мы сейчас поставим. Куда-нибудь. Как-то все криво и неудобно. Вот прямо вот здесь вот он и будет стоять. Осталось всего лишь 5 бревнышек. И все будет готово. А еще мне писали, что если... Смотри, слушаешь, да? Если... Слышу. Если положить оружие, древесный сок и перья... Перья. То ничего не получается. Так, подожди. А, вот. С топором отработает. Можно увеличить его скорость. Все, теперь суперкрутой топор. Все, ловушка готова. Главное, самим теперь не попасться. А, во, все, нашел. Ура, стрелы, привет. Подожди, я сейчас к тебе прибегу. Мне тоже нужно... Давай, давай, беги, беги. Все, у меня 30 стрел. Это максимум, я помню. Максимилиан. Погоди. Что такое? Стой. Никита, у меня глаза открылись на этот мир. Что такое? Смотри, открой инвентарь, быстрее. Инвентарь открыл. Видишь, сверху металлический поднос. Металлический поднос. Читай описание. Можно использовать, чтобы делиться предметами. Смотри, объединяешь. Алкоголь. Вот поднос с алкоголем. Я могу его взять. Возьми. Пиздец, это так работает! Серьезно? Для того, чтобы передать предметы, нужно на подносе их отдать тебе. Фу, как это было просто. Это не было просто. Вот именно, что это не было, блядь, просто. Кто вообще до этого додумался? Пентагон. Пентагон взломан. Короче, смотри. Вау, у меня супер план. Мы сейчас делаем бомбы. Бомбы самодельные, которые нам писали сделать в прошлой серии. Давай. И идем. Посмотри на меня, посмотри на меня. Идем взрывать крокодилов. Как тебе такая? А у меня нет бомб. У меня нет бомб. А я тебе дам сейчас, я тебе дам. А, ну ладно, давай, делай бомбы, я буду сейчас кроликов убивать пока что. Для начала я сяду на камушек, залезу на камушек, вот так вот залезу, прямо вот очком на остроту, и приступлю к изучению бомбоделия. Значит, чтобы сделать бомбу, нам нужно печатная плата, монеты, часы. Так, а дальше я не помню, что нам надо. А, алкоголь и, что же еще-то осталось там. И скотч объединяем и получаем, мать твою, бомбу. Это интересно получается. Интересно получается? О. Так, все. Короче, я сделал, получается, четыре взрывчатки. Давай я тебе попробую дать две объединить. Смотри, иди бери. Две взрывчатки на подносе тебе прямо. В руки тебе там, в рот тебе сейчас засуну. Сеньор. Добрый день. О. Найс. Так, смотри, а теперь нам нужно вспомнить, где у нас находится крокодильное пристанище. Я знаю, где оно. Пойдем. У нас там, если ты помнишь, есть метка дома. Дом у нас там стоит. Хижинка. Это не там. Там. Не там. Там, где мы первый раз ночевали, алло. Там не крокодилы. Там крокодилы рядом. Да нет, да господи, пойми, что я умнее. Там крокодилы. Крокодилы. Давай посмотрим на 100 рублей. На 100 рублей. Там, где мы первый раз ночевали, были эти башмаки огромные. И там были крокодилы. Пурта, пурта. Там у нас хижина не стоит. Там стоит маленькая, недалеко от того места. Ну ее на карте не показано. Я думал, ты про вон ту хижину, которая вон там. Это хижина, которая в поле. А вон та, которая там. Та, это наш дом. Нет, наш дом это вот. Ну я и хотел туда бежать, потому что я знаю, что там крокодилы. Так что мы его правы. Все, сейчас... А, сейчас вечерея. Сейчас, наверное, в эту смену-то зомби выйдет. Зомби, монстр, монстр. Все, ждем, ждем. Либо монстра, либо утро. Нет, все в порядке. У нас какой-то прогульщик, короче. Монстр-прогульщик, слушай. Вообще, дурак. Ну, в общем, нам к лучшему. Что, готов? Пойдем? Я готов как никогда. Когда как? Сегодня готов. Тормози, 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 тормози. Не подскользнись. Сука, звуки орать. Сзади нас. Пурта, 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 пурта. Вижу. О, какой спокойный ты. Блинство. Как она прыгает? Как она прыгает? О, женщина, я хочу тебя. Я не могу в нее попасть. Она слишком Юркая. Юра. Она вообще Юркая. Юра, алло. Все, мертва. Вена. Под камень. Ох, конечно, интересно. Деревина получается. Кстати, насчет крокодилов. Хочешь, тебе я одну историю расскажу, которую я, скорее всего, уже рассказывал, я не помню, правда. То, что крокодилы, это... Короче, аборигены выращивают крокодилов. Вау. Помнишь эти домики? Ну да, да, да. Короче, у них же в этих домиках есть вход с обоих сторон. Смотри, они загоняют крокодила с одной стороны в этот домик, сапог, закрывают дверь, открывают дверь с другой стороны. А с другой стороны дверь выходит к обрыву. И они, в общем, выходят и падают с обрыва, убирают. И вот аборигены получают шкуру крокодилов. Мне кажется, это ферма шкур крокодилов и мяса. Интересная информация, оказывается. Вон, видишь, все они на обрыве стоят. И с двух сторон вход. Да, но вход, правда, с одной стороны, если что. Как раз вот в начале башмака. Потому что с той стороны вход нет. Есть, мне кажется, есть. Нет, нет, это я точно помню. А может быть, и нет. Кстати, нам еще писали, что можно менять цвет иконки. Смотри. Да, на букву R. На букву R. Подожди. R. А, это, наверное, нужно, когда строишь. Не, 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 нужно брюши, подойди, просто. Нет, когда строишь. А, да, 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 все. Вот, значит, зеленый будут крокодилами теперь. Так, смотри, мы входим в зону перламутровой опасности. И нам следует держать нос на востро, ухо на востро, да? Да. Смотри, какая задача у нас. Нам нужно найти крокодила, которого мы будем видеть заранее, а он нас видеть заранее не будет. Подготовить бомбу и взорвать. Вот такой план. Так сказать, на воздух его опустить. Ни одного крокодила не вижу. А, вижу крокодила. Где? Вон, спереди. Вон он там. А, вижу. Тут их два уже, все. Эй, 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 эй. Подожди, вот он, тут еще один появился. Так, а как этой бомбы пользоваться? А, наверное, вот так. а его можно подбирать нет нельзя нет ничего нельзя сделать он просто на часть разлетелся вау так еще один крокодил подожди-ка привет дружище такие лакомные кусочек смотри вот это жесть мне в ебало прилетел кусок так а кстати и за что в чем вот единственный минус нет звуков нет звука взрыва у меня есть идея давай крокодилы убьем из луков чтобы взять крокодилю кожу или мясо давай потому что так их разрывает на части но это весело согласен веселому я посмеялся все я посмеялся да с камнем на камень пам-пам-пам-пам что загра что заграю в эту игру камень на камень майнкрафт прокур карты в парку карты майнкрафт я не хочу на землю спускаться то что он заспавнится и укусит они кстати за один укус очень много брони снимают просто настолько много что можно обосраться я вижу крокодила вижу объект объект найден где иди ко мне прыгай ко мне ой 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 она нападает он нападает тихо блять все нормально ему плевать ему ему да стреляй ему плевать плевать он хотел на мои стрелы мы не что это нужно быть мы попадаем мы попадаем все мертв 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 давай попробуем а чё дает крокодили кожи может тоже как броня блять что пау лау лау блять сука пришел отомстить за своего друга ох шкурка сколько мяса сколько просто мясо теперь давай вот о чем думать давай найдем бензопилу да давай бензопилу я очень просто я недавно гуглил ген находится примерно и пойдем просмари вон наш дом да ну там да нам нужно перпендикулярно линию провести бежать по ней туда ты уверен в этом или ты просто на рандом сказал рандом это мой враг я уверен в своих словах как ты понял это что нам туда именно бежать я все изучил доверься мне ладно хорошо хорошо смотри там лагерь какой-то мы тут были помнишь которые были да мы были здесь мы мимо бензопилы пробегали это есть та пещера господи смысле да это может она и есть вон там щель где в скале вот здесь вау как все просто получилось у нас да так ну что говорится поехали поехали так интересненько друг получается да так давай ем-еем а нам кстати вау блять блять сука нахуй это интересно получается значит еще надо фонарик найти от она и там написали где найти все нигде найти а где мы его могли пропустить но я уже не помню смотри я я взял фигурку кусочек опять какой-то бабло бабло кусочек фигурки да отлично еще бабло так давай думать логически бензопила лежит на табуретке по-моему но здесь проходов больше нет а есть блять есть у 2 смотри тут тут нужно скалолазнем обладать вот мы не пройдем вот там она и лежит стопудово стопудово ну давай проверим слева же как а каким а как так скалолазным обладать нужно этот крюк не крюка дырку короче для скалолазания а где ее найти а вот надо найти это оружие или просто приблуда приблуда а